Праздники в республике прошли относительно спокойно. Шестерых водителей поймали за рулем пьяными. В милицию поступило 11 заявлений по фактам краша, а в Бендерах совершен грабеж. 15-летний бендерчанин попытался скрыться с телефоном другого подростка, который тот положил на траву на время игры с друзьями. Задержать похитителя помог водитель, проезжающий мимо. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». Село Глиное в эти праздничные дни дважды попало в сводки происшествий. В воскресенье вечером изрядно подвыпившие сестры поскандалили с женой брата. Отношения выясняли прямо у ворот дома. В результате обе стороны решили написать друг на друга заявление. 28-летняя сельчанка и две ее заловки будут привлекаться к админоответственности за оскорбление. Еще одно происшествие села Глиное чудом не закончилось трагедией. 39-летний мужчина и две женщины в самый разгар застолья поехали в ближайший магазин за добавкой. Но до магазина так и не доехали. Машина врезалась в дерево. Удар был такой силы, что Ауди смяло. Водителя сожительницы увезли на скорой в РКБ. В Тирасполе 1 мая водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу велосипеду, который двигался по главной. Велосипедист получил ушибы и ссадины. Две аварии в эти праздничные дни на счету пьяных водителей. На дорогах республики зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых транспортные средства получили механические повреждения и одна авария, в которой пострадали люди. Погибших нет? Погибших нет. С 1 по 3 мая в республике произошло 13 пожаров. В столице пожарным пришлось будить женщину, которая готовила к празднику еду и уснула. За 4 часа содержимое кастрюли выкипело. Дым вовремя почувствовали соседи, они и вызвали пожарных. Пожарные приехали и к 84-летней столичной бабушке, которая в печи пекла куличи. Печь перекалилась и загорелась крыша. Пожарных тоже вызвали соседи.